и другого вообще другого в мире управления не существует только inside и знание что эта компания какие у нее планы на уход с биржи что вы собираетесь на бирже торговать также вы должны понимать что требования регулятора требования того же nice вот доллар ниже доллара ты стоишь вот те 30 дней на раздумья не привел в порядок не привел к капитализацию выше 15 go home run for a strand на то есть ты просто должен уйти поэтому у тебя уже появляется переменная что если есть инсайд что компания никогда не уйдет с биржи то она всегда стоит больше одного доллара все ты уже формулу забил константу тоже формула забил константу то есть ты пришел к руководству ты пообщался готов учетом новый небоскреб купили да да 10 лет еще продержитесь до расширяетесь да то есть на nice какие планы нет мы будем только на других еще площадок разбираться с найса точно 30 лет не уйдем то есть ты какой-то инсайт планируешь и ты понимаешь ага эти точно не уйдут все таких компаний как только ты набираешь с десяток тебе уже без разницы с 50 долларов упадут они до этого доллара и вернутся ли они потом 10 ты можешь вечно в них торговать делать самые лучшие средние получать самые лучшие средние ты отыграешь даже весь тренд хоть 50 раз упадет потому что это это профессионалы они действуют методиками входа у них стратегии все они спокойно сидят отрабатывают отрабатывают если еще зацепишь ты период роста десятикратного и по тренду то же самое делается что по тренду вниз с понижением средней так все то же самое делается и при росте тебе только задача там понизить среднюю и удерживать не сильно наращивать выше максимальной нормы акций при росте вверх твоя задача удерживать акции не сильно на всплесках вверх акции лишиться чтобы у тебя их не осталось просто меняется задача на противоположную и если у тебя выборки 10-20 компаний которые никогда хорошо не уходят с рынка никогда плохо не уходят с рынка то есть они не собираются кидать своих акционеров они щедро платят дивиденды все ты процветаешь другого инсайда его вообще не существует вам голову морочат зачем вам ставить стоп приказ компании которые следующие 20 лет с рынка не уйдет вот вы торгуете и по 4 доллара или по 5 или по 10 вы торгуете зачем вы уберете на там не знаю на весь депозит или с плечом найдите еще 10 таких компаний и равно сделайте там элементарную диверсификацию поделите свой счет на 10 и и оставьте еще 30 процентов кэша на все работайте с этой матрицы чисел те числа которые становятся выше меняйте их на те числа которые становятся меньше чем больше разница между больше и меньше тем больше вас получается акции за которые вы не платите у вас есть константа что эти компании никогда не уйдут с рынок и в теоретической перспективе будут еще приплачивать какие-то дополнительные дивиденды что будет являться вашим дополнительным бонусом все вам больше ничего не нужно знать вообще о рынке вам зачем вообще вообще вам знать что-то о рынке если эта компания с найса никуда не уйдет то есть у него хорошо она не не уйдет с чего и вообще падать но была коррекция была техническая но она прокорректировалась вы отчеты посмотрели потому что если у вас нет такого инсайда вы обречены дальше как бы вы глубоко эту компанию не копали как бы вы хорошо не изучали ее бизнес вот вы изучаете бизнес какой-то компании последние 15 лет вы знаете о ней все при этом у нее сверхприбыльный последний баланс там все декабрьский а вот первый квартал она может завершить плохо первый раз за 15 лет и завершить его настолько плохо и такие цифры показать что вообще сама подаст на себя на банкротство и выпустит новые акции в обмен на старые облигации а текущих акционеров канцел отменит просто их отменит вычеркнет их все их нет и что толку что вы 10 лет каждый день занимались этой компанией все тотально изучали все детально изучали тут уже вводится просто фактор это вообще фактор такого везения чудесного избавления от имущества которого вы просто вы его не сможете контролировать то есть у вас вы все делали правильно вы идеальный специалист вы прекрасно выборе эту компанию и на декабрь у нее было все хорошо а на февраль у нее может быть все плохо и такие случаи я знаю их таких случаев очень много и там сланцевой компании последние пять лет сотнями ух вы подавались на банкротство при этом у них только что все хорошо миллиардные прибыли а за через секунду все плохо по сто миллионов сотни миллионов убытков и все они не выдерживают нагрузку кредитную и банкротят то есть получается что этот инсайт у вас должен быть как констант константы он должен быть подтвержден вашим везением что этот инсайт он есть он действительно так компания с биржи ближайшие 10 лет не уйдет и вам повезет что она не уйдет вам повезет что она не уйдет поэтому и там говорят вот он специалистам купил торговал торговал а вот результат у кого-то такой результат у кого-то такой вы факторы которые грубо говоря вообще никак не связаны со специалистом вы тоже их каким-то образом отделяйте от специалиста но что что толку предъявляет что-то кому-то специалисту это сейчас экран погаснет и выяснится что там не знаю биржа обанкротилась или еще что-то или банковская система рухнула или погаснет а потом когда загорится пяти компаний вдруг не будет скажу да не котироваться перестали что-то их закрыли их регулятор закрыл все котировки сказал больше не котируются они оказываются показывали одни значения там суммы а в итоге были другие проверка состоялась они теперь не удовлетворяют вообще никаким условиям и никогда не будут на бирже котироваться то есть может все что угодно произойти то есть вы с этим идете что первое а может произойти что все что угодно второе компании могут уходить с рынка если хорошо как игру все плохо и не совсем плохо да третье если компания мы знаем константа что она никогда не уйдет с рынка в течение 10 лет то там огромные деньги мы на ней нарисуем и вот в надежде на эти огромные деньги которые вам на вашем счете профессиональный управляющий нарисуют вы приходите на рынок с этим сознанием приходите если вы приходите без этих знаний но вот и вы прослушали этот ролик вот у вас появились эти знания ну все значит вы пользуетесь этими знаниями теперь на будущее вы не пользуетесь используйте уже не знаю не значит что вы что вам не рассказали что вам не разъяснили что вам не объяснили что вы не предупреждены что вы пришли на рынок да вы понимаете зачем на рынок приходят то что банковский депозит дает один процент рынок может дать вам сто процентов а может 50 а может 150 а может 30 а может за год а может за два но при наличии условий что будет несколько десятков компаний которые не уйдут с рынка а если из них и 3 уйдет, это не сильно на этом и отразится, скажем так потому что, когда говорят а вот диверсификация, все помогает но понимаете, что диверсификация может и могут в один год уйти все эти компании с рынка, теоретически возможно, возможно, поэтому опять все мы уперлись в эту константу, в эту единственную константу, которая нужна и если эта константа соблюдается если эти компании не уйдут в течение 5 лет 10 лет с рынка и будут торговаться, и будут двигаться и не важно направление, абсолютно управляющему не важно, он отработает и все направление вниз до полного снижения и все направление вверх там до максимального практически все отработает, но он в 10 раз может быть выдержит, а рост в 20 раз не выдержит но и в 10 раз это все равно много или в 5 раз выдержит, а в 30 раз не выдержит но и в 5 раз это достаточно существуют же другие компании, которые у вас есть и которые тоже не уйдут с рынка Значит вы и там, и там, и там заработаете И количество сделок будет бесконечно И количество акций, которые будут прибавляться к вам К вашему счету, за который вы не платите Ни доллара, будет бесконечно И все сделает это вам время Нарисует, если будет единственная константа Что эти компании не уйдут с NASDAQ То есть ОТЦ можно рассматривать Тоже как рынок, что когда ушли Это уже когда какие-то проблемы рихорадят Но частично управляющие С повышенным риском Риск там повышается Многократно уже на порядке Но можно и там отыграть Все, и можно и там заработать в 10 раз Но опять же все это упирается В повышенный риск Если вы не хотите все это принимать Если вы не хотите идти на биржу С этими рисками С тем, что я только что вам рассказал То вам просто не нужно открывать брокерский счет Вот и все И эта проблема ваша очень быстро решается Просто не открывайте брокерский счет Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!